Показываем рабочий момент перешива мужской дубленки из мужской дубленки на женскую. Изначально были отстрочены только вот эти вот планки. И для того, чтобы дубленка стала интереснее, больше похожа на женскую, мы отстрочили кокетки по полочке, отстрочили бочки вот такими вот удлиняющими строчками контрастного цвета. Это нитки капроновые, толстые и с блеском, поэтому они придают дубленке некоторое женское начало. И также отстрочили кокетку по спинке. Разрезали, сделали шов по центру спинки, чтобы приталить. И разрезали здесь, как продолжение вот этих вот кокеток, разрезали здесь спинку, чтобы уменьшить. Потому что, как правило, у мужчин спинка длиннее, чем женская. И поэтому за счет того, чтобы не сильно уменьшалась пройма и нарушалась здесь конструкция, мы убрали вот сюда. И вот получилась вот такая вот дубленка. А также мы еще здесь вот, чтобы уменьшить здесь пройму и сделать выточку на грудную, мы сюда забрали и сюда забрали. Этим придав форму выпуклости груди. Ну и осталось теперь еще пришить рукава. Поэтому, когда пришьем рукава, еще выложим, снимем видео или снимем фотографию, чтобы показать, что у нас получилось. И я приглашаю вас приходить в нашу мастерскую, приносить свои вещи из кожи меха и дубленочных материалов. Это шубы, дубленки, кожаные плащи, куртки, чтобы изменить фасон или расшить, или уменьшить. В общем, придать вещи совершенно другую форму, другую модель, чтобы вы могли носить.